Итак, друзья, мы с вами продолжаем играть в Construction Simulator. Мы продолжаем с вами заливать. Также сегодня будем работать на экскаваторе, будем работать на самосвале. Ну и закончим наконец-таки наш специальный объект. Вы помните, что мы начали. Осталось там буквально чуток переговорить, перетереть немножко с копалочем. И я так думаю, что нам дадут с вами еще какой-нибудь интересный заказ. Здесь чуток вот только дольем. Буквально я тут за кадром немножко поработал. На этой же стройке сделал заливку, потом немножко покопался, чтобы как-то вот меньше нам с вами времени на это тратить. Так, есть такой контакт. Расчистить стройплощадку. Давайте мы расчищаем. Мы сейчас с вами находимся на... Какой же мы с вами находимся? На второй. Так. Есть. Купить большой генератор. 245 тысяч мы с вами получили. 9800 тоже получили. Просто здорово. Бетоносмеситель давайте 37%. Мы отправим на гравийный завод. Заправим его, чтобы он был 100% и мы с вами могли дальше работать. И пока что на вот этих вот стройках у нас поработают, как известно, димоны. Которые очень любят доставку грузов разных. И в то же время мы с вами не очень это все дело любим. Вот хорошо, что есть, да? Те, которые делают за нас то, что мы не любим. Так, заполнение началось. Погнали. Смотрим дальше. Что у нас? Заказы. Активные. Большой многоквартирный. Копание в обозначенном месте. Это мы сейчас будем с вами производить и перевести 18 метров земли. Так, и дальше. Второе. Это наш дом, который мы только что с вами сделали. Димон туда поедет. И третье. Это Копалыч. Давайте мы отправляемся сразу же с вами в большой экскаватор. И продолжим вот эту вот работу. Вот если мы посмотрим с вами на эту стройплощадку. Вот смотрите, крайне просто неудобно. Просто крайне. Вот я едва протиснулся сюда на мане. И также вот едва протиснулся на экскаваторе. И работа на экскаваторе, ну в общем-то получается, что довольно-таки сложно из-за того, что приходится маневрировать здесь. Попадать во-первых в ман, естественно высыпать землю. А во-вторых, не получается всегда вот сманеврировать правильно. И мы застреем из-за вот того, что экскаватор больше у нас получается, чем проход. Вот здесь вот застреем между забором и домом. Так, ну нам тут осталось с вами немножко, буквально чуток набрать земли. 18 кубов, как вы знаете. Так, давай набирай. Набрал, что называется. Это китайц туда набросал, да, лопатой. Да и то еще и не добросил. Так, ладно, мы вот так вот сделаем сейчас попроще. Там, где мы с вами не копали, мы покопаем. Так. И вот теперь должны высыпать туда, куда надо. Да. Так, хорошо, давайте смотреть, что у нас тут нарисовалось. Самосвали. 18 метров, отлично. Погнали отсюда. Тут еще попробую выйти, конечно же. Такое крайне неудобное место. Но, тем не менее, там, оказывается, вот у нас проходят канализационные трубы. Или будут проходить. Так, хорошо, давайте смотреть, где мы, куда, вернее, нам с вами ехать. Карта. А ехать нам с вами на гравийный завод. Вот он находится. Ну, не очень далеко, поэтому давайте съездим. Немножко развлечемся. Бабулек тут попугаем. Сами, может быть, испугаемся где-нибудь. Вот, кстати, я заметил, вы видели только что, да, исчезают автомобили. Притом, если бы это исчезали они чуток вдали от нас, я бы еще понимал, потому что у нас минимальные настройки графики стоят. Ну, а то, что они исчезают буквально под носом, это интересно. Такой вот перекресток, бермудский треугольник какой-то. На котором ехали-ехали только раз и нет. Как вы помните, да, у нас в Eurotrack симуляторе то же самое. Тот же перекресток и тоже автомобили исчезают. Вот, как-то даже странно, да, вот две абсолютно разные игры и одной тоже делается на перекрестке. Машины куда-то улетают. Так, ладно, едем. Как бы там ни было. Самое главное, что наша машина не исчезла, что мы едем с вами. Едем, да едем, высыпем груз. Получим закопание опыта. Едем на желтый. Нам можно. И, собственно говоря, вот взгляните, да, у нас 16 уровень. Остается там буквально четверть. Четверть. И мы с вами получим новый 17 уже уровень. И у нас сейчас опытный предприниматель. А то будет, наверное, мега опытный. Какой-нибудь. Вот, и останется только три уровня. До полного толстосума, да, такого толстопузового толстосума. У которого денег куры не клюют. Который может на благотворительность их. Или просто в камине жечь. Когда холодно. Не самое такое вот, да. Вложение правильное денег. Но, тем не менее. Мне сразу же вспомнилось. Вспомните фильм с Сильвестром Сталлоне. То ли скалы, то ли как. Я не помню уж как называется. Это давний фильм такой вот, древний. В 90-х годах, в конце 90-х он вышел. Там, где группа террористов захватила самолет, на котором перевозили тысячедолларовые банкноты. Ну и, естественно, Сталлоне попал на то, чтобы их освобождать, заложников и забрать деньги. Ну и, в частности, этими деньгами, которые он потом нашел, этими деньгами он костерок жег. Пошутил так, что самый дорогой костерок в мире. Представьте себе, да, пачки тысячедолларовых банкнот. Которые, кстати, вот я не знал раньше, в фильме мне рассказали. Да, оказывается, есть такие банкноты. Они не на ходу. То есть, ими нельзя расплатиться. Это для межбанковских операций используется. Что с ними хотели делать террористы? Наверное, у них там где-то кто-то в банке был. Мог обналичить. Так, 18 метров мы с вами привезли. Высыпаем. Землю смотрим. Есть. Расчистить стройплощадку. Здесь у нас заливка. Залейте бетон. Да, заливайте вернее, да. И, в общем-то, давайте мы отправляемся сейчас в наш экскаватор. И расчистим эту самую стройплощадку. Вот так. Поковыряли, поковыряли. Тут что-то как-то так. Ладно, годится. Стройплощадка у нас номер один, да. Ждем-то. Вот, хорошо, пошло. Дальше. Большой многоквартирный дом. 1280 опыта, кстати. Дали нам. Так. Давайте сразу же организуем сюда подвоз стройматериалов. Димон у нас просто подметки рвет, чтобы здесь поработать. И дозаливаем потом, да. Мы сейчас с вами смотаемся к опалычу. Он там уже заждался. Вот он. Вот он тот объект, который мы с вами начинали делать. Такой вот туалет тут построили общественный. Канализацию подключили. Ну и потом что-то здесь будет, я так думаю. Может быть, даже сразу же нам и дадут возможность здесь позаниматься, да. Ну, посмотрим. Что скажешь, Капалыч? Отлично. Все прошло как по маслу. Нам удалось сделать все в срок. Ну что же, я рад. Трансформатор гудит, канализация подключена. Оказывается, это был трансформатор. Трансформаторная. Теперь вокруг можно строить здание. Ага, вот оно что. Понятно. Уверен, эта работа того стоила. Это упрочит наши позиции на рынке. Блин, какие-то, как в 19 веке, расшаркиваются друг перед другом. Я уверен. А вы уверены? Да, я уверен. А вы? Я уверен. Новая разработка. Район открыт. Разблокирована новая строительная зона. Новая разработка. Ну что же, прекрасно. Смотрите, вон Карл Маркс стоит, скорее всего. Так, ну вот оно, да. Трансформаторная подстанция. И теперь здесь мы сможем подключаться к электросети и, собственно говоря, работать. Более-менее сносно, нормально. Так, а где же тут дядька? Черномор. Вон он. А давайте сбегаем, посмотрим, кто такой вообще. Такой вот парк небольшой, да? Какой-то римлянин, что ли. Бисмарк, может? Римлян тоже еще, да? Не знаю я, короче говоря, и надписей нет. К сожалению, в лицо я не знаю. Не узнаю вас в гриме. Так, погнали дальше. У нас с вами стройплощадка номер два. Да, и третью, третью. Давайте мы посмотрим, чтобы у нас понапрасну мы не стояли. Контракты. Особые заказы. Инвестиция в будущее. Поговорить с прорабом. Уплотните, купите грунтовку, купите генератор, передвижной туалет и поговорите. Ну, это все то же самое, да? То есть еще одна инвестиция в будущее. Поэтому давайте мы берем... Так, говорят, поговорите. Да, не вопрос. Давайте поговорим. Поговорим, а дальше будет у нас заниматься уже Димон. Ну, может быть, мы немножко покатаемся на катке. Люблю я покатушки такие вот. Мне только что позвонил глава строительного отдела. В связи с новой образовательной инициативой планируется постройка нового здания. Школы и старое здание уже демонтированы. Отлично. Они планируют возлести несколько временных специально оборудованных зданий. Хорошо. За работу. Не станем долго разговаривать. Что тут говорить, да? Работать надо, а не говорить. Уплотните отмеченную зону. Вот она, эта зона. Которая нам нужно с вами уплотнить. Так, но я бы все-таки хотел чуток закончить вот здесь вот. Да? Или это у нас даже не сколько закончить, как начать. Начинать, заканчивать. Ага, вот оно. Нет, не хочу тогда здесь работать. Пускай чуток попозже. Давайте мы все же с вами сгоняем. На катке покатаемся. Вот это вот машина, я понимаю. А ну-ка, свалим, нет? Опс. Какая была, не была машина, но сваливать знаки нам не дадут. Может быть, мы их с вами и сваливаем. Но тут же дорожные рабочие прибегают и мгновенно их ставят назад. Тогда что ты будешь делать? Дайте проехать. Вот. Так, территория мы видим, что такая, да, занятная такая. Мы привыкли с вами к квадратным территориям. Ну, а тут уже и насыпали земли побольше. И форма такая вот с буквой Г или Р, как кому нравится. Но зато мы, я так думаю, что довольно-таки быстро справимся с этой территорией. Купить грунтовка у поставщика. Хорошо, купим, обязательно. Чуток сейчас. Поразвлекаемся здесь. Копалыч не уходит, смотрит. Кто-то, наверное, ему явно на я бедничал, что мы с вами на том объекте не слишком сильно напрягались с копанием. Что оно там такое у нас получилось вообще непонятное. Как туда трубы засовывать? Я так думаю, что чертыхались там китайцы. Когда пытались туда трубы засунуть, да, потом взяли, плюнули, взяли лопаты в руки и начали сами делать. Вот, поэтому копалыч тут у нас стоит и посматривает, чтобы мы тут опять не накосячили, не схалтурили. Вот, но мы будем уплотнять таким вот способом. Главное не свалить туда каток вниз. Вот, ну вы видите, что практически уже готово, да? Я даже сейчас прерываться особо не буду на тот заказ, который прораб сказал, что нужно там что-то подвезти. Подвезем обязательно. Уже докатаемся здесь. Вот, ну практически идеально. Я считаю, что практически идеально мы с вами тут сделали. Копалыч должен быть доволен. То, что там где-то есть огрехи, да, это все мелочь. Ты же согласен, Копалыч. Я думаю, что сейчас он даст отмашку нам, что согласен. Что лучше нас, работников, не бывает вообще в мире. Ну и действительно оно так. Сколько мы с вами сделали? Так, есть? Отлично. Инвестиция в будущее, купить грунтовку стен. Так, а не надо это убирать, а? Не надо? Ну ладно, не будем особо сильно далеко убирать его. Я вот тут вот поставлю. Окей, погнали. По телефону сейчас позвоним, пускай Димон сюда летит. Так, активные заказы, инвестиция в будущее, купить, все купить. Вот, пускай он все покупает. Дальше смотрим. Заказы. Активные заказы. Большой многоквартирный дом. Купить грунтовка. Тоже пускай там работает. И третий заказ. Вернее, второй. Залейте бетон, да? Вот тут вот у нас. И потом копание у нас будет. И опять перевозка земли. Ну что же, это не так уж прям слишком нудно, да? Вот, скучно. Вот, давайте сделаем. По второму этапу. Бетононасос. Вот, тем более, что вот эти вот простенки заливать как-то значительно легче, проще. По крайней мере, мне так кажется. Вот, чем заливать... Ну, вернее, оно может быть и не проще, но быстрее. Чем заливать, вот как мы с вами привыкли, перекрытие. Так, вот, единственное, как-то тут... Вот так вот я хочу встать. Так, хорошо. И я думаю, что вот после этого объекта нам все-таки должны дать медаль. Что мы с вами суперкрутой предприниматель. Талантливый, да? Вот, талантливый предприниматель. А будем дальше опытный предприниматель. Талант и опыт разные вещи. Можно быть талантливым, да, но косячить постоянно. Потому что опыта нет. И наоборот. Таланта нет, но есть опыт. Опыт есть, но можно тоже косячить. Так, ладно, хорошо, давайте делаем. Да, собственно говоря, уже как раз наши работнички там тоже что-то сделают. Так, продолжаем. И мы видим, что у нас счет пришел. Большой многоквартирный дом. 15 тысяч опыта и 540 денег нам дали. Так, и я вижу, что у нас немножко не туда заливается, да? Я бы даже сказал... А, ну, в принципе, смотрите, хоть оно льется, но у нас проценты не уменьшаются. Поэтому я обычно отключал, вот, экономил, так скажем, да? Но оказывается, только тогда, когда мы куда-то льем, тогда оно расходуется. А так нет. Еще проще нам с вами сделали. Так, ну что же. Нормально. Я думаю, что я закончу все-таки за кадром. Мы видим, что чуток не получается, да, у нас добрать. Ну, доберем. Я сделаю вот эту вот заливку. Сделаю, что тут у нас еще есть. Заказы активные. Вот. А, кстати, мы можем с вами... Смотрите, особых заказов нет. Офигеть. Неужели мы с вами практически все закончили? Да ладно. Не может такого быть. Не верю. Я не верю. Говорил Станиславский. Так, расширение дома, жилой дом. Давайте хотя бы просто контракты какие-нибудь будем брать. Сблокированный дом. Что-нибудь подороже хотелось бы. Как бы побыстрее денег, чтобы накопить, принять контракт. Так, копание в обозначенном месте. Это я люблю. За это опыт дают. Мы будем с вами заниматься этим. Хорошо. И 10 земли на гравийный завод. Это тоже мы с вами сделаем. По-большому мы тут с вами заливаем. 20% сделали. Потом копание тоже. Просто здорово. У нас два копания с вами. Красота. Инвестиция в будущее. Поговорить с прорабом. Да я же говорил. Или нет. Или это мы по-первыхому с вами говорили. Уплотните. А, да у нас такой этап тут, смотрите. Никакой вообще. Да, вот инвестиция в будущее. Все-таки особые заказы, наверное, будут. Просто сейчас их просто нет. Так, я понимаю. Хорошо, тогда мы едем с вами. Давайте мы едем с вами сейчас к прорабу, к нашему. Так, стройплощадка 2. Где тут у нас был каток. Перемещаемся в него. Разговариваем с прорабом. И, пожалуй, на этом будем заканчивать. Я уже за кадром немножко позаливаю бетон. Мое любимое дело вот. Вот, ну что поделать. И, собственно говоря, встретимся, когда у нас будет 17 уровень. Отлично, площадка подготовлена. Ну так, кто ж старался. Смотри, подвозят первые постройки. Наверное, стоит отойти и позволить их установить. Давай. Расчистить от Степана стройплощадку. Расчищаем. Оп. Мы с вами увидали даже эти самые постройки. 808 опыта. Заполучили. Ну вот оно какое, да? Вот оно. Инвестиция в будущее. Что это такое вообще? Какие-то странные. Такие, скорее всего, какие-то офисные модульные здания. Да? Вот даже генератор тут стоит. Туалеты стоят. Что-то такое. То ли, может быть, складские какие-то. Ладно, не суть, не важно. Важно то, что мы с вами это закончили. И в следующей части мы продолжим взбираться на вершины бизнеса. Строительного бизнеса и финансового. Я буду на этом с вами прощаться. Всем удачи. Всем пока.